Друзья, мы идем в зоопарк Прибалтийская дача. Хочу пригласить вас в один из старейших зоопарков Европы. Приятные прогулки. Спасибо большое. Цена взрослого билета 250, льготного 80. Будут все еще сооружения. Все еще нам досталось от Старого Кенюксбергского зоопарка. Реставрации, конечно, друзья, идут. Но все фундаментальное, конечно, еще все у нас с тех времен. Думаю, даже не развалится. Это, кстати, раньше был пингвинарий нашими российскими строителями построен. Но, видать, нет никого. Раньше здесь стояла, видите, обзорная башня, где можно было видеть весь Кенигсбергский. Но нам это пока не досталось. Хотят его реставрировать. Видите, какая красота. В виде крепостной, с такой стиной была построена обзорная площадка, башня. Столки и бабушки пока. Идем. Нет, туда не надо. Видите, это тундровые волки. Я опять хочу вернуться. Вот даже, смотрите, Хельга из Финляндии участвует в опеке. Над полярным этим волком по кличке Акела. То есть, друзей у нашего зоопарка очень много. Так, друзья, у нас еще, хочу сказать, зоопарк находится прямо в центре города Калининграда. И вот, как вы видите, уже за заборами стоят элитные дома. Но здесь грядь не пяди, не отдают земли. Конечно, это очень дорогой кусок. Дорогое обслуживание зоопарка. Но очень, кстати, удобно. Вот еще хочу сказать, вот, за вот этими там пиктами просто идет дорога пешеходная. Люди, можно сказать, идут, иногда ведет животных в зоопарке. Дорогое обслуживание зоопарка. Пойдемте посмотрим ламы. Сколько их тут много. Дорогое обслуживание зоопарка. Зоопарка. Видите, какие рвы еще вот установлены здесь. Они так и были, так и остались уже 124 года. Кстати, очень удобно и для животных, и для нас, посетителей, что у нас нет большого такого забора, что мы через клетки. И животные не смогут выпрыгнуть. Нам богатство досталось в Калининграду. Это кусок соли лежит. Мирные барашки на альпийских лугах. Домашние овца в простонародье. Ну что, друзья, вот наш ГАМС Кёнигсбергский, про который я начинала говорить, который сохранился один из трех животных в нашем Калининградском зоопарке, в Кёнигсбергском раньше. Я не могу ничего сделать. Я не могу ничего сделать. Я не могу сидеть. Я не могу сидеть. Я не могу сидеть. Они здесь ел бы. Извините, не размотивляю. А вот как хорошо ели. на беленьких ты пишешь кноточке ну все, посмотрел Фанинка, пойдем на мишку полярного так, пошли, по вузу обязательно ходить? обязательно на мишку полярного будет ну и кашу ну и кашу где-то посмотрели, слава богу вот здесь вот смотрю их два должны быть Тайфун и Таня видите? прибыл из Челябинска и из Пензенского зоопарка 2002-2004 год один что там так живет без пары не видно никого больше видите, наши котики нынче спят один спит, вон видите в углу второй ну я так думаю сонных обманчив, друзья видите, еще хочу сказать как удобно все сделано обзор у вас большой, вы все видите ну соблюдать надо, конечно правила безопасности не представляешь что вот это вот такое классное делай вот так ну вот видите медвежатник, а рядом прям притык жилой дом так что или вы в медвежатнике живете или медведи у вас в квартире как хотите, видите все рядом что значит в центре города находится зоопарк это все, кстати, все осталось еще от немцев, немецкие здесь и были медведи и остались медведи только почему-то воды не налили обид находится, кстати, друзья в аварийном состоянии в газете не любите не затрыли в них блин еще это что она вот что она обмена вот ну Съел. А сейчас, друзья, мы посмотрим, кто же пекает этих медведей. Ого. Да, прокуратура Каренинградской области. Ого. Субтитры делал DimaTorzok 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 Добавил 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 DimaTorzok Мы еще вам много покажем Добавил DimaTorzok 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 Добавил DimaTorzok